Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Аллилуйя! Мы снова говорим об Иисусе Навина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Наш успех связан с тем, что мы делаем со Словом. Первое указание, которое мы уже обсуждали – вложить Слово в свои уста. Второе – размышлять о Слове. Много-много лет назад я проходила испытание, которое года полтора было очень острым, а года три тянулось в более слабом виде. Это было связано с физическим состоянием. И вот что чудесно. Нам дано указание размышлять о Слове. И я вставала каждое утро, и Дух Святой – наш помощник, так? Он внутри нас, чтобы нам помочь. Он направлял меня, указывая, о чем размышлять. Он напоминал место Писания. Именно так размышления становятся по-настоящему эффективными, когда вы сдаетесь водительству Духа Святого в том, о чем размышлять, чтобы вы не просто ментально выхватывали что-то из Слова, а прислушивались к тому, кто вас, потому что Он знает лучший рецепт для вашей жизни. Аминь. Итак, я вставала каждое утро, и Он мне говорил что-то, цитировал стих, напоминал мне что-то, что я слышала на служении, и я держалась за это весь день. Я это повторяла. Я об этом думала. И я вам скажу, это была битва за то, чтобы сохранить мой ум, сохранить мое внимание, сохранить мою умственную жизнь в правильном русле посреди испытания, но это нужно делать. Как Он мне помогал? Он давал мне что-то правильное, о чем думать. Он направлял меня, показывал, о чем думать. И я это записывала. Почему? Это был мой спасательный круг на день. Вы когда-нибудь видели, как тонущему человеку, не умеющему плавать, кто-то бросает спасательный круг? Он держится за этот круг, потому что знает, если отпущу, пойду на дно. Вот так нужно относиться к Слову. Без него мы пойдем на дно. Так вот, когда я вставала утром, я ожидала помощи от Духа Святого. Я это инициировала, уповая на Него, признавая Его, уделяя Ему время. И я говорила, «Дух Святой, что ты мне скажешь для этого дня?» И вот тогда у вас будет настоящий успех, когда вы привлечете Его водительство в ваше размышление. Как пастор, я должна следовать Его водительству. Когда Морган занимается пасторской работой, она должна следовать Его водительству, потому что нам неизвестно все, в чем вы нуждаетесь, а Он это знает. Итак, мы следуем Его водительству относительно того, чем питать вас. Слово будет благословением для кого угодно, но взять Его и точно попадать в проблемы людей, нацеливая Слово прямо на проблемы, возможно, только с Духом Святым. Он единственный их знает. Вы можете думать, что вам известны ваши нужды, но Дух Святой по-настоящему покажет вам, какая у вас нужда. И если вы будете честны с собой, аминь, Он поведет, направит вас к тому, о чем размышлять. И так я вставала каждый день и записывала, что Он мне давал в тот день. И я держалась за это, я носила с собой этот листок. И когда мой ум попадал под бомбардировку, я просто держала этот листок и говорила, и говорила, и говорила, и говорила, вот что Бог сказал мне сегодня, вот что Бог сказал мне сегодня. Я была как утопающий, держащийся за спасательный круг. Аминь. Именно так я за это держалась, настолько крепко. Я делала это месяц за месяцем, и я заметила, что если он давал мне размышлять о чем-то в понедельник, а я пыталась размышлять об этом и во вторник, это казалось мне немного мертвым. В чем было дело? Мне нужно было свежее слово. Поскольку мы обновляемся день за днем, он не рассчитывал, что я буду жить сегодня за счет данного мне вчера. Каждый день, день за днем, он давал мне что-то свежее, о чем размышлять. И я все это записывала. И все разные подробности, которые он раскрывал. И несколько лет спустя, когда я заселялась в гостиничный номер, распаковывала чемодан, ко мне пришло слово Господне. Я хочу, чтобы ты написала книгу «Хлеб. Исцеление с Божьего стола на каждый день». И возьми для этого записи того, что я тебе уже дал. Тот блокнот был моим спасательным кругом. То, что он мне говорил, позволило мне пройти тот сезон испытаний. Как я его прошла? Не просто говоря. Я смогла его пройти благодаря тому, что я делала со своей умственной жизнью. Мои размышления ввели меня в поток успеха, который Иисус уже обеспечил. Вы не можете позволить своему уму думать, о чем попало, и при этом рассчитывать, что вы придете к успеху. Аминь. Аминь. С нашей стороны требуется активное участие. Аминь. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. И не оставьте без внимания Святого Духа во время своих размышлений. Ищите его водительство. Вы знаете, что говорит Иаков? Что такое двоящиеся мысли? Это когда мы умеем говорить правильные вещи в разговоре с кем-то, мы выучили правильные местописания, мы выучили исповедание веры, но по возвращении домой, вечером, лежа в кровати, мы думаем что-то другое. Это двоящиеся мысли. Вы говорите людям одно о себе другое. Ваша умственная жизнь – это то, что вы говорите самим себе. И вы должны себе говорить то же самое, что вы говорите другим людям о Слове. Аминь. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Бог не может помочь нам получить то, что нам принадлежит, когда своими устами мы говорим одно, а в уме прокручиваем другое. Размышления помогут вам с умственной жизнью, а также то, на чем вы сосредотачиваете свое внимание. Аминь. Притча 4.20. Бог уже дал нам задание на внимание. Вы знали об этом? Он говорит, «Сын мой, словам моим внимай. И к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие или лекарства для всего тела его. Заметьте, первое, с чего он начинает, это ваше внимание. Сын мой, внимай». Он говорит о вашем внимании. «Удели внимание моим словам». Мы не можем прийти к успеху, если позволяем нашему вниманию сосредоточиться на чем-то другом. Люди веры – это люди с дисциплинированным вниманием. У вас не может быть сильной веры при расшатанном внимании. Любой человек со смелой, сильной, крепкой верой обладает дисциплинированной умственной жизнью, дисциплинированным вниманием, не позволяет своему разуму нестись, куда ему заблагорассудится. Он тверд. Так часто люди хотят, чтобы Бог освободил их от дьявола, а Бог ждет, пока они направят свое внимание на правильные вещи. Аминь. Мы не сможем иметь успех, данный нам Богом, если мы позволим своему вниманию распыляться на каждую проблему, на все, что вздумается нашему разуму. Нам нужна дисциплинированная умственная жизнь. Аминь. Она нам принадлежит. И дисциплинировать свою умственную жизнь – это привилегия. Потому что теперь мы знаем, что делать с нашей умственной жизнью. Направить ее на Слово. И позволить Духу Святому вести нас в том, о какой сфере Слово размышлять. Почему? Потому что Слово Божье необъятно. А Он четко укажет вам. Вот помощь для тебя. Держись вот этого места Писания. Прибудь вот в этом потоке. Побудь вот здесь. Вы скажете, я не понимаю, что вы подразумеваете под следованием за Духом Святым. Что-то как будто выделяется для вас, захватывает ваше внимание. Это побуждение Духа Святого. Аминь. Размышления о Слове снимают ограничения мелкого мышления. Вы можете говорить Слово, но нужны и правильные мысли. А размышления работают над вашей умственной жизнью, над вашим вниманием. Правильные мысли уберут ограничения мелкого мышления. Некоторые люди в детстве вынуждены были обходиться очень малым, очень малым обеспечением. Еле сводили концы с концами. И они продолжают так мыслить. Именно размышления о Слове позволят разбить заколдованный круг мышления. Такой должна быть моя жизнь. Аминь. Когда мои внуки заходили в гостевую комнату, особенно когда они были совсем маленькими, в гостевой комнате у нас есть ваза с конфетами. Я говорила, малыш, возьми конфеты, положи в карман, возьми с собой домой. А у них были малюсенькие крохотные ручки. И они могли взять одну от силы две конфеты. Почему? Из-за размера. И я говорила, погоди, малыш, я тебе помогу. Почему? У меня рука крупнее. Так? Она крупнее. И я могу схватить больше. Размышления расширяют ваше сердце. Они расширяют ваш дух. Почему люди говорят, у меня никогда не будет собственного дома. У меня никогда не будет ничего подобного. Их дух остановился в своем развитии. Он не расширен. Слово расширяет вашу способность верить и брать больше. Рука веры может стать больше по мере размышления вместо карликовой, усохшей, дряхлой руки веры. Размышления расширяют вас, чтобы получить больше, чтобы вы мыслили масштабнее. Аминь. Аминь. Почему бы нам не поразмышлять о хромых, которые начнут ходить? Почему бы нам не поразмышлять об отрастающих руках и ногах? Нам нужно размышлять об этом. Почему? Чтобы придя на служение, мы не говорили, «Боже мой, что же теперь делать?» «Боже мой, я не понимаю, как этот человек живет. Боже мой, видите ли, когда вы размышляете, невозможное становится возможным. Как это у меня когда-нибудь будет свой бизнес? Лучше расширьте себя, иначе не будет. Если вы себя не расширите, размышления о слове расширяют вас. Аминь. Если вы думаете, что у вас чего-то не может быть, вы правы. Но если вы измените это мышление, размышляя о слове, вы скажете, «Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? Аминь». «Бытие 24». Позвольте мне вам просто прочитать ради экономии времени. «Бытие 24, 63» в расширенном переводе. Исаак... Знаете, что делал Исаак? Он сеял во время голода и пожал вас сто крат в тот год. Так? Позвольте рассказать вам, почему у него был успех. Здесь показано, почему. Бытие 24, 63. «И вышел Исаак поразмыслить». «И вышел Исаак вечером в поле поразмыслить и склониться в молитве». Здесь нам показан его обычай. Вечером он выходил в поле и размышлял. Что он делал? Он расширял себя. Он растягивал себя, чтобы видеть то, что видит Бог. Помните, что Иисус говорил о Своем земном служении. «Я творю лишь то, что вижу у Отца Творящего. Я говорю лишь то, что слышу от Отца Говорящего». Ему пришлось достаточно расширить себя, расширить свою руку веры, свой дух, чтобы увидеть, что делает Бог, и сказать, «Хорошо, сделаем это». Он выходил каждый день и говорил, «Будем делать то, что я только что увидел». «Будем делать то, что я только что увидел». Аминь. Почему люди не так много видят, они не так много времени проводят с тем, кто расширяет? Я хочу вам кое-что прочитать. Это местописание приводит меня в восторг. Я хочу, чтобы вы не просто слушали его с земной точки зрения. Откройте со мной Третью книгу царств, 4 главу, 29 стих. Я буду читать расширенный перевод. Третья книга царств, 4 глава, 29 стих. О Соломоне слово говорит в нескольких разных местах Писания. Его молитвы немного по-разному записаны в книге царств и в книге про Липоменон. Немного по-разному записано о том, что когда Соломон стал царем, и Бог сказал ему, проси, чего хочешь, он сказал в одной записи, дай мне сердце разумное, а в другом месте дай мне мудрость. То есть записано немного по-разному, но смысл тот же. Итак, в Третьей книге царств, 4, 29, в расширенном переводе сказано, «И дал Бог Соломону исключительно великую мудрость и разум». И мне нравится следующая фраза. «И обширный ум». «Как песок на берегу моря». «И мудрость Соломона превосходила мудрость всех людей Востока, и всю мудрость египтян он был мудрее всех людей». Почему? У него был дух мудрости, у него был разум, но заметьте, обширный ум. Что это значит? Его ум не ставил его в узкие рамки. У его ума не было ограничений. Именно поэтому Бог смог повести его дальше. Потому что Бог дал ему способность подумать, почему бы и нет. Аминь. Обширный ум. Неограниченный ум. Обширный ум. Заметьте, это тоже пришло от Бога. Во время размышлений Бог может работать над расширением. Аминь. Узкое мышление ограничивает Бога, и оно ограничивает тот успех, в который Бог может нас ввести. И я решила посмотреть на Соломона с его обширным умом. Мы знаем, чего он достиг. О нем так много написано. Но я хотела посмотреть, что же он приобрел. Посмотреть на измеримые показатели его успеха. Если перевести в современные единицы, то было подсчитано, что состояние Соломона составляло 2,2 триллиона. Состояние одного человека составляло 2,2 триллиона. Как он к этому пришел? Благодаря мудрости, разуму. А откуда это у него? Из слова. А откуда это у него? Из размышлений. Бог дал ему обширный ум. Аминь. Видите ли, Бог может вложить в вас Слово, но если оно не изменит ваш образ мышления, бум, и ваша крышка снова захлопнется. Сделайте одолжение своему работодателю. Уберите из вашей жизни потолок. Потому что работодатели мало что могут сделать с людьми, жизнь которых ограничена крышками и потолками. Они думают узко, они малого достигают, они мелко верят. Бог смог принести такой уровень богатства Соломону, потому что он не мыслил узко. Вот в чем причина. Вот причина. Он не мыслил узко. У него был обширный ум. И это пришло от Бога. Аминь. Не знаю, как вы, но я избавляюсь от мелкого мышления, от всех ограничений, всякой неспособности. Вам нужно понять, что это процесс. Но это нужно делать каждый день. Нет, я вам не рассказываю о схеме быстрого обогащения. Бог так не действует. Бог действует через обширный ум. Он не занимается махинациями. Откройте со мной, пожалуйста, вторую книгу «Паралипоменон», девятую главу. Вторая книга «Паралипоменон», девятая глава. И я вам немного почитаю о богатстве Соломона. Зачем? Я лишь хочу показать вам, что если Бог может сделать это земными богатствами, насколько больше Он сможет сделать в сфере сверхъестественного, которая нам принадлежит. Но мы не думаем о том, как люди встанут с колясок. Мы не представляем, как вырастут новые конечности. Мы не представляем этого в нашем воображении. Если мы не размышляем, Бог не может это принести. Бог может принести лишь то, для чего мы достаточно обширны, чтобы принять. Аминь. Вторая «Паралипоменон», девять тринадцать. Я читаю в переводе «Благой вести». Здесь просто перечисление богатства Соломона. Так что послушайте, я прочитаю. Но прежде хочу сказать, согласно Библии, царь Соломон правил с 970 до 931 года до н.э. То есть он правил 39 лет. За это время он получал по 25 тонн золота каждый год. В течение 39 лет. По 25 тонн. Кто-то знает, что такое тонна? Это тысячи килограммов. 25 тысяч килограммов золота каждый год. Вы «Оооо». Все «Ооо». Знаете, почему «Ооо»? Узость мышления. Поэтому мы говорим об огромных вещах, чтобы избавиться от этого «Ооо», от нашей узости. Итак, в 13 стихе сказано «Каждый год царю Соломону приходило свыше 25 тонн золота». Кто-нибудь, быстренько умножьте 25 тысяч на 39. Скажите еще раз. 975 тысяч килограммов золота. Килограммов золота. Вы думали, килограммы только у вас. Нет килограммы золота. Все эти килограммы, что вы теряли и набирали, теряли и набирали. 975 тысяч килограммов золота. Слава Господу! Сверх. Сверх, то есть это не все. Есть еще что-то помимо этого. Сверх налогов, которые платили торговцы и купцы. Цари Аравийские и начальники областей Израиля также приносили ему серебро и золото. Соломон сделал 200 больших щитов, каждый из которых был покрыт примерно семью килограммами кованого золота. То есть для обороны просто будем использовать золото. 7 килограммов золота на каждый щит. Интересно, сколько человек захотели забирать щит домой по вечерам? Мне нужно на ночь взять щит домой, отпилить чуток себе. В 16 стих. И 300 меньших щитов, каждый покрытый примерно четырьмя килограммами кованого золота, и сделали царю большой престол. Часть его была обложена слоновой костью. Откуда берется слоновая кость? Это бивни слонов. Их не купишь в ближайшем супермаркете. Это импортный товар, так? Часть этого престола была обложена слоновой костью, а остальное было обложено чистым золотом. Шесть ступеней вели к престолу, и к нему было приделано подножие, обложенное золотом. По обе стороны престола были подлокотники, и изваяние льва стояло с каждой стороны. Итак, у него было по большому льву у каждого подлокотника престола. Двенадцать из вояний львов стояли на ступенях, по одному по обе стороны каждой ступени. Никогда не было такого престола ни в одном царстве. Все чаши царя Соломона были сделаны из золота, и вся посуда была из золота. Послушайте следующую фразу. Серебро не считалось ценным. Во дни Соломона, почему что-то теряет ценность? Потому что оно есть в избытке. Серебра было так много, что его ценность упала ниже некуда. Двадцать первый стих. У него был флот океанских кораблей. Каждые три года его флот возвращался, привозя золото, конечно, серебро, слоновую кость, обезьян и мартышек. Царь Соломон был богаче и мудрее всех других царей в мире. Все они советовались с ним. Царь для царей. Все они советовались с ним, чтобы услышать мудрость, которую дал ему Бог. Заметьте, богатство пришло из-за мудрости. Не богатство позволило ему выглядеть умным в глазах людей, а мудрость принесла ему богатство. Двадцать четвертый стих. Каждый из них, речь идет об этих царях, приносил Соломону подарки, изделия из серебра, которого у него уже было много, и золота, одежды, оружие, специи, коней и мулов. Это продолжалось из года в год. Что это значит? В его жизни не было никаких тощих коров. Никаких лет тощих коров. Никакие тощие коровы не съедали тучных коров, как во времена Иосифа. Аминь. Каждый год был тучным. Каждый год был изобильным. Двадцать пятый стих. Было также у царя Соломона четыре тысячи конюшен. Вы понимаете слово «конюшня», да? Четыре тысячи конюшен для коней и колесниц, и двенадцать тысяч кавалерийских коней. Двенадцать тысяч только лошадей одного вида. Он был верховным правителем над всеми царями той территории. Двадцать седьмой стих. Во время его правления серебро было настолько же обыденным в Иерусалиме, как камни. Знаете, из чего все строили? Из камней. Каждый дом все было построено из камней. И здесь сказано, что серебро было настолько же обыденным. У него было столько богатства, что он ценное свел на уровень обыденного. Во время его правления серебро было настолько же обыденным в Иерусалиме, как камни, а кедра было так же много, как обычного сикамора в предгорьях Иудеи. Соломон завозил лошадей из всех других стран. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. Если Бог дал ему такое умножение земного богатства, которое временно, 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 с чем миримся мы? Нам нужно читать такие вещи, чтобы расширить себя и сказать, «Мы миримся со слишком малым». Почему мы соглашаемся с малым? Из-за мелкого мышления. Мелкого мышления. Как расширить свое мышление? Размышлять, 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 размышлять. Аминь. Аллилуйя. Кто из вас знает, что Бог не показал это в слове просто, чтобы нас впечатлить? Он показывает нам, «Эй, посмотрите, что я делаю». Аминь. Аминь. Слава Господу! Теперь, римлянам. Я быстро процитирую вам Римлянам 4,19, где речь идет об Аврааме. «И не изнемогший в вере, Авраам не помышлял о своем собственном теле». О чем здесь говорится? У него было дисциплинированное внимание. Как мы сможем получить все, что у Бога есть для нас? Нам нужно дисциплинировать свое внимание. Нам нужно дисциплинировать свою умственную жизнь. И Бог не просто говорит вам, «Хорошо, пойди, дисциплинируй свою умственную жизнь». Он дает нам инструкцию, «Иди, размышляй о моем слове». Размышления о слове дисциплинируют умственную жизнь. Размышления о слове расширяют вас. Не то что «мне нужно расширить свою руку веры, мне нужно расширить свой дух, чтобы вместить больше». Послушайте, мы знаем о Годаринском сумасшедшем, из которого Иисус изгнал бесов в две тысячи свиней. Легион, помните? Бесы сказали «легион имя мне, потому что нас много». Две тысячи бесов в человеке. Если дух человека способен вместить две тысячи бесов, сколько же Бога, сколько, сколько Бога может вместить дух человека? Аллилуйя! Размышление позволит нам это сделать. Аллилуйя, 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 аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.